Всем привет, с вами Игорь И сегодня поговорим о расскажу сначала на какой я хочу поменять вентилятор вот поставить на свой солнечный коллектор, потому что тот вентилятор он не тянет, покажу, какие они там у меня были вот немного расскажу о этом аккумуляторе и даже спрошу кое-что что мне непонятно я в этом слабо разбираюсь а в конце видео будет сюрприз такой очень интересный сюрприз будет, но обо всем по порядку, решил я поставить вот такой вот вентилятор вместо вот такого вентилятора это у меня такие стояли ну и сейчас он стоит, даже я еще никак время руки не дойдут вот, поставить вместо этого вот этот вентилятор он не годится у него неправильная крыльчатка он плохо качает у него давление не кокущее вот, ну, такой он вообще ну, самый дешевый короче, вот такие вентиляторы на коллекторы не стоит ставить никому не советую особенно если у вас какие-то переходы надо опустить трубу какую-то, колено там то вот это вот, это вот не годится совершенно он очень мало продувает ну, разве что очень маленький там коллектор будет там, квадратный метр то вполне может быть этого и хватит но у меня солнечный коллектор кто не знает может первый раз зашел на канал 6 метров квадратных вот, под поликарбонатом я оставлю ссылку на плейлист и на всю мою альтернативу под видео в описании под видео и вот этот вот вентилятор он, ну, вообще вообще не справляется даже два ну, первый, правда, выключился то есть второй который на выходе там с коллектора он выключился сразу по перегреву там термодатчик стоит или как он там называется термозащита а второй он еще работал но он слабо очень дует и я вот решил поставить вот такой вот вентилятор вот сейчас он у меня работает кстати на 12 вольтах но это вентилятор до 24 вольт вот его характеристики тут сейчас я вам прочитаю 45 ватт 2000 оборотов в минуту от 6 до 24 вольт постоянного тока с регуляцией его обороты можно регулировать вот он сейчас работает вот даже вот на 12 вольтах вот этот вот мой блочок показывает сейчас видите DC-DC преобразователь это такой с Алиэкспресс вот подключено сейчас от аккумулятора 36 вольт вот я там настроил тут есть крутилочка вот сверху сейчас мы будем его раскручивать на 24 вольта но уже даже при 12 вольтах он он дует очень сильно очень сильно даже видите вот я сейчас на вот этот вот цветок направляю свой то он его просто сдувает он его просто сдувает и так сейчас мы попробуем его раскрутить на 24 вольта мы его потом выключим чтобы он мне не мешал и так вот наверное видно да 12 вольт и я начинаю крутить 13 даже слышите да как увеличиваются обороты вентилятора 14 15 16 16 17 18 ну он уже дует зверски 18 вольт он уже капец как дует я говорю так он прямо даже начинает прокручиваться я не знаю видно вам или нет но он начинает крутиться от вот этой вот тяги которую он сами создает вот такой вот сильный поток дальше крутим 18 19 20 22 надо поправлять прокручивается 23 не знаю видно вам не видно но я 24 вольта но я его кстати раскручивал даже до 26 вольт или даже 27 ну больше не рискнул может что-то не спалить мотор вот ну сейчас вот это его ну максимальное типа как бы напряжение наверное да так сказать ну которое написано на нем но сейчас он дует на 24 вольта он вообще зверски дует я вам скажу он просто сдувает вот видите вот на цветок сейчас направляю он просто меня если а если в лицо его направить то он прямо прямо задыхаюсь он дышать не дает вот такое 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 ощущение будто едешь на мотоцикле со скоростью там ну знаю километров 80 90 в час он прямо так дух забивает да вот так вот работает кстати вот сейчас гироскоп гироскоп работает вот так вот его пытаюсь повернуть упирается упирается сильно да такой вот вентилятор но сейчас вот на 24 вольта он работает ну очень очень сильно вот чтобы видно было я не знаю вот листов это вообще его он он его просто уносит уносит его даже так вот направить нельзя видите он даже ну короче вот этот вентилятор это вообще ничего ничего это по сравнению с этим такой маленький но такой сильный я говорю а кстати если его закрыть вот так вот он набирает только обороты слышите как послушайте как он набирает обороты еще больше видите и когда я его открываю вот отсюда во руку убираю сразу такой хлопок вроде сильный и что это значит это когда я так думаю это получается так что если у него сопротивление больше ну там на выходе что-то ему мешает он наоборот еще больше начинает раскручиваться вот что вот с этим вентилятором какого не будет у него частота одинаковая там 50 герц и больше он не раскрутится чем 50 герц а вот вот этот он начинает раскручиваться еще больше когда его начинаешь задавливать как бы вот так вот если закрывать вот слышите да он еще больше раскручивается как бы старается компенсировать то что его задавливают, закрывают. То есть еще больше. Видите? Ну как-то так получается. Ну ладно, будем мы ее выключать, потому что у меня уже, наверное, продуло. Он так дует, я вам говорю. Это вообще... О! Все, выключим хватит играться. У меня уже, кажется, мозги продуло от него. Вот. Вот такой вот вентилятор. Ну, я даже не ожидал от него такой прийти. Ну, маленький такой. Вот это вот. Что значит вот это вот именно улитка? То, что он сделан. Вот такой вот тип вентилятора, да? Как он там называется? Не центробежный или радиальный? Я вот не помню. Но вот именно вот такой вот улиткой колесо у него понаружи и такие лопаточки у него стоят вот так вот горизонтально, как бы такие немного загнутые вот так вот. То есть они как бы сюда выбрасывают, как бы зацепляют воздух и сюда выбрасывают. Ну, я вам говорю, очень-очень сильно дует и прямо... А! Еще, кстати, вопрос по нему. У меня труба выходит коллектору нижняя. Я ее буду ставить на вход солнечного коллектора. Ну, чтобы он не грелся. Там на выходе высокая температура. Я боюсь, чтобы он не перегрелся. О, мотор. Вот я сейчас, кстати, трогаю мотор. Еле-еле-еле тепленький. Даже вот только с этой стороны он чуть-чуть... Еле чувствуется, что он тепленький, что он вообще работал. Так что хороший-хороший очень вентилятор. И что у меня получается? Выходит у меня труба с дома 110-я канализационная, серая. И я думаю, его так вот поставить на трубу. Вот так вот, прямо горизонтально. А выход подключить уже сразу к коллектору. Вот тут у меня труба получается, а тут уже сразу коллектор. Тут трубу как-то соединю, там скотчем замотаю. Вот. Все нормально будет. Но! Есть вопрос, можно ли вот такой вот вентилятор ставить вот так вот? Потому что я, насколько видел, их все ставят вот так вот. Ну, чтобы ось была горизонтальна. Ну, наверное, это из-за подшипников, чтобы там ничего... Вот я хочу спросить у кто-то, кого знает, можно ли его так вот поставить, и не скажется ли это на его сроки службы. Он как бы работает и так, и так, но насколько долго? Может так у него будет больше износ подшипников? Я не знаю. Вот подскажите, кто знает, можно ли его так вот ставить или... Я могу, в принципе, и так поставить. Просто колено тут добавлю, на трубу надену. У меня остались там колено, вот эти вот тоже пластмассовые серые, 110 трубы. Вот так вот надену, сюда его примотаю скотчем, вот, и отсюда уже в коллектор. Вот. Ну, так мне просто проще, и плюс-минус одно, как бы, колено, это минус сопротивление, как бы, ну, то есть не хотелось бы его ставить, это колено, но если надо именно вот так поставить вентилятор, чтобы он так вот, ось, чтобы была горизонталь, то я поставлю именно так. Короче, пишите подсказки, там, как его правильно поставить, вот, чтобы он долго работал. Ну, я его собираюсь ставить. А, кстати, еще, вот эта вот платка, ну, она работать у меня не будет, даже если бы она не грелась, вот, и, ну, была достаточной мощности, то есть, ну, что я вижу, что, сейчас вижу, что она горячая, и она работать без обдува не будет, тем более на чердаке, если от солнечной панели. Я вообще думал ее подключить, взял с Алиэкспресс, чтобы подключить ее от солнечной панели, которая у меня на крыше, там буквально рядом, сколько, от панели до коллектора, там пару метров, может, надо было подключить, провести. Я ее думал поставить так, но потом подумал, и у меня не получается так сделать, ну, что, как бы, коллектор у меня направлен на юго-запад, панели стоят на крыше, на юго-восток, и с одной панели я 45 ватт, аж до самого вечера, как у меня работает коллектор, а он у меня работает аж до захода солнца, уже, то есть, даже солнце зашло, у меня есть об этом видео, можете посмотреть сами, солнце уже зашло, он еще работает, вот, ну, я думаю, там какая-то нагрелась, что-то там, ну, доски нагрелись, оцинковка, что там еще может нагреться, вот, но он работает, а панели, они не будут давать эту, тем более на крыше, одна панель, она не даст вот такую вот мощность, 45 ватт, чтобы этот, подключить его от того поля, этот вентилятор, от того поля, то это надо мне тянуть отдельный кабель, вот, специально, вот, на, с одной панельки, это 30, там, 32 вольты будет, это будут огромные потери, и даже в том случае, если бы я его протянул, оно бы не давало все равно пенергии, аж до захода солнца, для работы этого вентилятора, короче, не получается у меня подключить, даже через этот вот, DC-DC преобразователь, от солнечных панелей, вентилятор, хотелось бы, ну, ничего, он мне еще пригодится, на что-то другое, вот, короче, надумал, я его подключать, через блок питания, от сети, от сети 220, куплю, на Алиэкспресс, тоже закажу, может быть, даже регулируемый, сразу закажу, чтобы, был, там, как бы, как лабораторный, такой, блочок, для моих экспериментов, всяких, с регулировкой, там, кстати, что с регулировкой, что без регулировки, там, много, не отличается, вот, и подскажите, кстати, с каким запасом мощности брать, ну, что я вот смотрю, вот этот, вот, тот, что заявленный на 75, максимум, в очности, он даже 45, не тянет, ну, он реально, он реально начинает вонять, его даже радиатор не спасает, это 45 ватт, всего-навсего, заявлено 75, он 45 даже не тянет, это, насколько мне тогда надо брать, этот блок питания, если тут, на 45 ватт, то, это, наверное, ватт на 100 надо брать, а может, даже и больше, чтобы он тянул этот вентилятор, без перегрева, ну, с переменки, а может, там с переменки и не надо, может, он не будет так греться, с переменки, я не знаю, ну, короче, пишите, подсказывайте, насколько, насколько же мне брать, блок питания заказывать, чтобы он нормально тянул, этот вентилятор, на 45 ватт, ну, сетевой, я уже буду, 220, будет преобразовать, ну, так будет надежней, просто, ну, не получается, от панели, конечно, это был бы идеальный вариант, запитать, от солнечной панельки, ну, вот, не выходит, вот, никак оно, фу, голову надул этот вентилятор, аж голова кружится, как пьяный, о, ну, дует он, я вам говорю, вот так вот, ставлю его бутылки, вот так вот, пластмассовые, пустые, где-то метра 3-4, он валит, валит эти бутылки сразу, вот так вот, на 24 вольта его раскручиваешь, бутылки падают на расстоянии, почти 4 метра, вот, это вообще так дует, такой поток струя, такая воздуха, и давление хорошее, кстати, что очень важно для меня, вот, ну, вот как-то так оно получается у меня, да, то есть, от панельки не получится, придется его просто отсидеть, через блок питания, и, как я говорил в конце, сюрприз, начинаю я новый проект, да, будет проект, ну, такой, не совсем альтернативный, по альтернативной энергетике, но, там, в этом проекте, будет участвовать, тоже, солнечная энергетика, вот, ну, сразу, сейчас не хочу, все раскрывать, все секреты, все тайны, в одном из следующих видео, уже подробно расскажу, что это будет за проект, ну, проект нам будет, вообще, классный, отпад, да, вот, сейчас это у меня в голове, вот, это вот, все я этим, прямо, думаю, думаю, сейчас обдумываю, все, обмозговываю, вот, ну, уже начинаю, я ее, долго тянуть не буду, короче, ждите следующих видео, пишите, вот, что вы думаете, по этому вентилятору, как его лучше поставить, вот так вот, и обязательно ли его только ставить, с горизонтальной, чтобы была ось горизонтально, может, можно ее вот так вот поставить, вертикально, вот, а, еще про аккумулятор, я хотел сказать, вот этот вот, велосипедный мой, гремычный этот аккумулятор, который я никак не могу довести до толку, чтоб получается, так вот, я ее включаю от вентилятора, от аккумулятора, все работает, единственное, что я заметил, выключается, тут у меня на этом блочке, кстати, показывает, при каком напряжении он выключается, аккумулятор именно, входное есть, и выходное напряжение, то он выключается, как-то при разных напряжениях, то при 36 вольтах, уже отрубается, выключает все, то при 37, вот, непонятно, как он работает, это БМС-ка или что, вот, тоже подскажите мне, о, а на моторе, кстати, на моторе на велике, я заметил, когда вот недавно тоже, что-то там пытался на нем ехать, у меня проскальзывают шестерни, потому что у меня мотор-редуктор там, шестеренчатый, придется менять шестерни, вот, возможно, из-за вот этого проскальзывания, иногда, вот так он и работал, ну, очень плохо, поменяю шестерни, потом попробую опять, что с ним не так, может быть, выкину эту БМС-ку вообще, она мне, ну, не нравится, и многим, я смотрю, альтернативщикам, эти БМС-ки, морочат мозги, так сказать, может, она и мне, это мозги компосирует, ну, не знаю, короче, пишите, что вы думаете все об этом, всем, что я спрашивал, все, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,